В итоге опять у Дарне, кстати, там огромное количество вбрасываний набралось. По итогам встречи мы обращали, что в первом периоде только одно из шести он выиграл, или даже из восьми. Но в итоге закончил игру с более чем шестьюдесятью процентами выигранных вбрасываний. То есть на каком-то этапе он перестал проигрывать вообще. Да, но СССР в этом отношении получше бы выглядел. Дарне, бросок поворотом из Сорокин. А к Светлаковой и Хапризову Телегин выходит третьим нападающим. Ну, с номерами, я думаю, все знакомы. Дарне обыгрывается с Бэком. И пытается там вот в этом конверте Широков как-то себя найти. Бросок поворотом. Снова очень хлестко от Бэка. Но видит Сорокин момент броска. А это уже пиши пропало для атакующего игрока. Все остальное на инстинктах, на рефлексах. Которые у Сорокина очень хорошие. Шайба. Оказывается, у него в ловушке без вариантов. Ему вести ее далеко. И здесь выход вам одного. Получается, Светлаков на Телегина. И Телегин. Ой-ой-ошеньки. Йо-йо. Телегин. Вот эта атака как раз длилась уже полторы, а то и две минуты. Вот тот самый момент, когда перед собой Дальбек выставил шлагбаум. А так действительно Сорокин останавливает эту смену. Михаил Григоренко лучший бомбардир ЦСКА в этом плей-офф. И на пару с Шумаковым лучший снайпер. Медведев попытка номер два. И здесь, похоже, подстрелил он Калинина более основательно. Две шайбы принял на себя 21 номер ЦСКА. Сейчас подталкивает его Нестер. Шайба в руку попала. Да, и вот момент. Сначала в коню. Да, в другую ногу попала. И вот второй бросок вот здесь. Ой, да. Но здесь и до сих пор, только сейчас убирает уже, сколько времени сыграли. Не очень. Сказать, что неприятно, ничего не сказать. Это очень больно, чревато очень серьезной травмой. По руке. Ускоряется к шайбе. Оказывается, раньше Марченко. Но Марченко берет свое в углу. В дуэли с Зерновым шайба возвращается к Зернову. И что сейчас Сорокин делает? Зернов получил удар от Марченко. Да, и здесь все. А нет, Михеев это был. Зернов вторым касанием пытался. Но тут даже не то, что удар по ротам, конечно же, не была бы защита на это шайба. Поскольку случайно ее назвать нельзя было бы. Но Сорокин не хочет пропускать и такие. Хороший отрезок капризов. Светлаков держит паузу и ищет вариант в ближнем углу. Бабков справляется и на этот раз не дает Светлакову открыть счет, как это было позавчера в первом матче серии. И еще один бросок от Светлакова. И Бабков складывается, фиксируя эту шайбу. Вот сейчас они как раз включаются. Шалунов тем временем. Хороший пас. Перекладинам с виду Бабкову. И в ворота шайба заходит. Это Акулов открывает счет в этой встрече. Смотрим повтор этого момента. Потеряли. Акулова мощный бросок. И от Перекладины Бабкова отлетает шайба и пересекает линию ворот. Ну вот сейчас включился Столберг, скинул Бэку, поменялся Бабков. Пустые ворота. И Григоренко в третьем матче подряд уже, если не ошибаюсь, забрасывает в пустые 2-0. Пришлось вот такую по ходу пьесы сочинять импровизированную замену Бабкова. В зоне закрепиться не удалось. С потеря и Григоренко, конечно, не промахивается. Он и с вратарем-то такие кладет. А уж без вратаря как. Сейчас будет возможность, ну по крайней мере в шестерон, теперь постараться задержать соперника в зоне. Но тут просто. И третья шайба влетает. И тут уже Андронов принимает поздравления. Использовали моменты те и другие. Чудинов не успел выдвинуться здесь на Андронова. Вторая шайба в этом плей-оффе. Не так часто капитан команды набирает очки. Но самое главное, что он делает, сумасшедший процент сбрасывания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!